Аю, с вами Трэнди. Знаете, у меня как-то чуть-чуть подгорело от общей ситуации с Сони. Они в последнее время творят какую-то дичь. Решил рассказать вам свое мнение на эту тему, а вы свое можете смело высказывать в комментах. Постараюсь прочитать все и каждому ответить. В ролике я привел конкретные цифры и факты, а также объясняю причины происходящего. Ну а перед началом лайк и подписка, и сразу к делу. Во-первых, самое значимое на данный момент — повышение цен в России на консоли. Они сначала их подняли на PS4, отчего все игроки офигели, с чего вдруг, непонятно. А потом еще и на новое поколение подняли цены на 3000 рублей. Сони оправдывают это тем, что курс рубля падает. Но давайте разберемся по фактам. Только сухие цифры. Все просто, ничего сверхумного выдумывать не будем. Заходим в Яндекс, вбиваем курс доллара, нажимаем график динамики, отматываем на год назад. Да, тут я чуть позже смотрю, но логика понятна. С апреля прошлого года цена на доллар вообще не выросла. А по факту она даже упала. Было 76.40, сейчас 76.06. На момент написания сценария. Если уж совсем заморачиваться, то в ноябре 2020 года курс достигал 80 рублей. А на 1 апреля 2021 года, когда повысили цены, он был 75 рублей 60 копеек. В итоге берем калькулятор. 500 долларов это рекомендованная цена. Она уже включает в себя логистические затраты, комиссию магазинов и тому подобное. То есть в США, в штатах, где нет налога на продажи, вы можете прийти и купить консоль ровно за 499 долларов. И не копейкой больше. Теперь переходим в российские реалии. Считаем доллар по верхней точке 80 рублей. 500 баксов это 40 тысяч рублей. К ним прибавляем 20% НДС. 40 тысяч умножить на 1.2 и получается 48 тысяч рублей. Конечная цена в российской рознице. Это адекватная цена со скидкой на нестабильность рубля. А самое интересное, что они примерно так и считали. Если бы они повысили цену на 1000 рублей, я бы вообще даже не думал об этом. Какая моча им ударила в голову, что они решили повысить цену аж на 3000 рублей. Кроме как тупой жадностью, я никак это объяснить не могу. Они посчитали по 83 рубля 30 копеек. Это абсолютно нереальные расценки на доллар. Если кто-то решил сказать, что мы Европой и они нам считают в евро, то тут вообще не клеится. 3 ноября 2020 года курс был 93 рубля 76 копеек. А сейчас 89 рублей 59 копеек. По самым мелким оценкам, если они считают в евро, цена должна быть 56 тысяч рублей. Но тогда бы плойку вообще никто не купил. Да, до Эппла со 100 рублями за доллар не дотягивает. Но это очень жадно. При условии, что люди смотрят на консоли, как на бюджетное железо. А консоли окупаются за счет продажи игр. И это наглый плевок в лицо всем фанатам в России. Во всем мире люди будут играть за 500 долларов. Плюс-минус. А вы будете играть за 660. Нам насрать. Это был урок математики и экономики от тренди. Теперь переходим к другим проблемам. И там уже не только СНГ проблемис. Ну, самый шок-контент. Это повышение цен на игры до 70 долларов и евро в США и в Европе соответственно. Тут они хотя бы для России сделали подобие на региональные цены. 5 тысяч рублей за игру на PS5. Что так-то даже потерпимо. Но там есть другая проблема. Если ты уже купил игру, но хочешь перейти на PS5 и получить просто картинку лучше, то будь добр заплатить 10 евро. Деньги давайте бумажные. Почему бумажные? Так нужно. Ладно, хорошо годится. Это в то время, когда майки даже не просят разрабов заморачиваться, а выкатывают FPS-бустер. У тебя больше FPS даже в старых играх. А ни тебе, ни разработчикам не нужно ни заморачиваться, ни тратиться дополнительно. Даже если ты 100 лет назад купил игру на Xbox 360 с рук и не принес ни копейки в казну Microsoft. Да, сейчас не все игры поддерживаются, но в скором времени они поставят это дело на поток. И теперь давайте к самому вообще странному. Они прекратили поддержку PSP, PS Vita и PlayStation 3. Они закрыли магазины и теперь нельзя будет покупать игры на перечисленных платформах. Но PSP я еще могу понять. Она начала продаваться в 2004 году. Это 17 лет назад. Но PS3 с 2006 и PS Vita вообще новая с 2011 года. Почему попали под раздачу, я не пойму. Давайте сразу скажу, что уже купленные игры люди смогут скачивать, но покупать новые будет нельзя. Сейчас многие скажут, да вообще пофиг, да это старье, они вообще давно уже взломаны. Дело не в этом. По факту, для поддержания этих магазинов надо не так много ресурсов, как вам кажется. Там посещаемость не такая огромная. Если переводить в понятные величины, то десятка компов хватит. Это чисто какое-то принципиальное решение, что они больше не хотят их поддерживать. Чем это чревато? Да тем, что на западе, на вторичке цены на эти консоли упадут. Там пиратство не так распространено, как в СНГ. Вообще не одобряю пиратство. И вообще обычно, когда вы продаете консоль и покупаете новую, вы забираете аккаунт с собой. А консоль остается голой. Ну вот представьте, вы где-то в Италии решили поиграть в какой-нибудь старый киллзон. На данный момент вы можете быстренько пробежать на вторичку, купить себе как пример PS Vita без аккаунта и купить тот самый киллзон. Не знаю зачем он вам нужен, в магазине. Через полгода у вас уже такой возможности не будет. И вы просто не пойдете покупать консольку с рук. И человек, который хотел просто купить, поиграть и продать, тоже в тупике. Оно больше никому не надо. Да Сони вообще насрать на таких людей. Это просто показывает их отношение к своим фанатам. Им нужны только деньги здесь и сейчас. А завтра хоть потоп. И помните эту историю с Челиком, который взломал как раз вроде PS3. Они же его уничтожили. Просто не дали человеку жить. Они его судили, гнобили как могли. Не было никакой пощады. Полную историю и факты не помню, но можете потом где-нибудь глянуть историю взлома PS3. Да если бы не энтузиасты, то был бы вообще мрак. Пусть я против пиратства, но мне ни капли не жалко Sony по поводу того, что PS4 взломали. И теперь любой желающий может играть в любые интересные ему игры. Но помните, пиратство это зло. Если бы этого не произошло, я думаю лет через 10 PS4 просто превратилось бы в кирпич. Как это сейчас произошло с PS3. Мне как геймеру зачем прямо сейчас бежать и покупать PS5. Платить за нее больше денег, чем за конкурентов. Платить за игры больше, чем у конкурентов. И ждать выхода игр, которых на данный момент по большому счету не очень много. А самое главное, зачем мне покупать игры в PS Store, если они не дают никакой обратной совместимости. Люди, которые купили когда-то диски, сейчас в шоколаде. Но я думаю, в связи с закрытием PS магазина, спрос на БУ диски еще вырастет. То есть получается, что нет вообще никакого смысла покупать игры в PS Store. Они у вас через некоторое время просто сгорят. Да что далеко ходить. Тот, кто купил игры на PS4, не может поиграть в них на PS5. А ты все равно забираешь аккаунт при продаже консоли с собой. Потому что там все друзья, там малая часть игр все-таки будет поддерживаться на новой консоли. Доплатишь 10 долларов и будешь играть с нормальным графонием. Вместо того, чтобы опять платить фулл прайс. И делая вывод по поводу онлайн магазина PS5 Digital, выброс денег на ветер. Это в то время, как на Xbox вы можете играть в игры хоть с Xbox Original. Да, хоть на дисках, хоть купленные в цифре. И майки сами улучшат картинку и увеличат FPS. Доплачивать ничего не нужно. А экзы Sony, как бы они вам не нравились. Они сделаны все по одному шаблону. Просто все. И просто под копирку. Как геймплейно, так и сценарно. Как визуально, так и концептуально. И через некоторое время, людям это надоест. Как пример, Nintendo. Они клепают игры про Марио, но они каждый раз пытаются произвести впечатление на игрока в плане именно геймплея. А майки не парятся, они просто кидают деньги в разные студии и забирают их игры себе. А потом отдают эти игры по факту за адекватные деньги. Но благодаря официальным обходным путям, игроки в СНГ получают это почти бесплатно. И как я понимаю, это не приносит много убытков. Потому что на западе люди не сильно заморачиваются с экономией. У Sony есть огромная проблема. Им нормальные деньги приносит по большому счету только отделение PlayStation. Все остальные дают копейки или вообще работают в убыток. Они пытаются выжимать из этого максимум. Ну типа еще сенсоры для камер телефонов много приносят, но там сильно не понаглеешь. Придут китайцы и отберут рынок. А вот бренд PlayStation надо доить по максимуму. Фанаты схавают все. Но по-видимому, все-таки не так, чтобы все. Сайт АХБТ каждый год проводит опросы, какая консоль самая крутая. И если в 2019 году Xbox набирал лишь 13%, то в 2020 году у Xbox было уже 24%. Да че говорить, люди не богатеют, а 3000 рублей, размер поднятия цены на PlayStation 5, это почти год Game Pass Ultimate. Я думаю многие прикидывают примерно так. Сейчас куплю Xbox, буду играть по геймпассу, буду покупать игры по адекватным ценам, будет отличная графика, обратная совместимость, а потом через лет 7 куплю прошитую PlayStation или дождусь выхода игр на ПК и пройду все интересные экзы. Сейчас кстати Sony активно сливает экзы на ПК и фанаты в основной своей массе молчат. Хотя в то время, когда майки сливали все на ПК, мемов, оров и подколов было больше чем, ну, не придумал, короче, много было. Я не знаю сколько они еще продержатся с таким отношением, PlayStation 5 скорее всего еще будет давать огромные показатели, а вот на этапе PlayStation 6 уже посмотрим. Аналитики говорят, что соотношение продаж этого поколения будет примерно 55% в пользу Sony и 45% у майков. Короче, Фил Спенсер гений, он показал, как должен развиваться игровой рынок, чтобы все были довольны. Это не касается Нинтендо, им вообще насрать, они там в другом измерении, пока не появится конкурентов, они могут делать что хотят. После написания этого сценария, я понял, что у Sony особо нет выбора, они просто не имеют такого количества резервов. Но если бы я был пользователем PlayStation, я был бы крайне обижен. Почему я, как любитель игр, должен кормить все ваши неэффективные подразделения? Напишите в комменты, что вы об этом всем думаете. Вот майки, например, овцы не дают мне просто через консоль по Береку купить подписку, не уважаю их за это. А еще у них геймпад не может мне дать понять, где какая поверхность в игре, тоже косяк. Ну короче, обязательно поделитесь своим мнением, поставьте лайк и подпишитесь на канал. В описании ссылки на соцсети и на страницу на Boosty, если хотите поддержать меня материально. А на этом у меня все, всем удачи и пока. Теперь, собственно, Sony совершает эти ошибки, повышают цены, там с играми у них косяки, обратной совместимости нет. Что-то, короче, какой-то бред происходит. А в то время, в 2013 году, у Microsoft, собственно, были те же самые проблемы. И все мы знаем, чем это все закончилось, пока не пришел Фил Спенсер. Ну а теперь точно. Всем спасибо, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok